Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и мы сегодня катаемся на общественном транспорте в отдаленные районы Праги. Ничего определенного смотреть мы не будем, а будем просто глазеть из окна трамвая. Мы сели в трамвай под номером 26 и поедем кататься до конечной остановки. Зачем, спросите вы? Ответ прост. За эти дни мы столько находились пешком по местным достопримечательностям, что сейчас хочется просто покататься. И в то же время не теряет то самое драгоценное время. Пока будем ехать, расскажем вам про то, что мы увидели в Праге за все эти дни и каковы были наши впечатления об этом замечательном городе. Наше мнение смешано и противоречиво. Мы пробыли 4 дня в Карловых Варах до Праги и хотелось бы сказать, что такой красоты мы давно не видели. Уютный город, живописный горах с улицами, лечебными минеральными источниками, которые бьют прямо на улицах. Домики, каждый из которых не похож друг на друга. Никакой суеты, никакой грязи. В то время как о Праге, как уже говорили, двоякое чувство. С одной стороны, Прага красивый город. И так исторически сложилось, что здесь каждый дом, каждый камень – это история. Прага – это столица Чехии, раскинувшаяся вдоль обоих берегах реки Влатвы и известная как город Сташпили. Сердцем исторического центра является Старомельская площадь, окруженная красочными зданиями в стиле барокко, отеческими церквями и средневековой ратушей со страинемическими пражскими курантами. Пешеходный Карловый мост с XIV века радует глаз статуями католических святых. Ароматы вепрового колена, тренделика, знаменитого чешского пива манят в уличные рестораны и кафе. С другой стороны, Прага – это большой туристический муравейник, который ежедневно собирает на своих улицах множество туристов. В этом городе много студентов с разных стран и, конечно же, зарабетчан, которые в поисках работы бегут именно в столицу Чехии, в надежде за что-то здесь зацепиться. Видео по конфликту с одним из таких гастробайтеров смотрите по ссылке. Если пройтись не по центральным улицам, можно увидеть практически на каждом доме граффити и отвратительную вонь, виной которой – это не четвероногие друзья, а именно Чехи. По этой теме есть также отдельное видео. Многих интересовал вопрос, каков бюджет нашей поездки. Давайте посчитаем. Нас было 4 человека, и авиаперелет компании МАО обошелся нам в 40 евро с человека туда и обратно. Летели мы по маршруту Киев-Прага-Киев без багажа и билеты покупали за 8 месяцев. Жилье в Корловых Варах 3 ночи в двухкомнатной квартире нам обошлось 36 евро за сутки. Это 107 евро с нашей скидкой. Ссылку мы оставим вам в описании. И проживание в Праге на 5 ночей тоже в двухкомнатной квартире обошлось нам по 30 евро за сутки. Это 150 евро. На проезд по городу и между городами было потрачено порядка 60 евро. И на питание в среднем чек в магазине обходился нам где-то в 12-17 евро. Это 150 евро за 8 ночей. Итого бюджет нашей поездки на 8 ночей составил 630 евро. Но может какие-то расходы мы не учли, типа сувениров домой и прочего. Считаем, что поездка на четверых нам обошлась в 700 евро. Никакие платные достопримечательности мы не посещали. Дорого это или дешево для вас, решайте сами. По нашим меркам это отличная цена для такого путешествия. Ну вот, пожалуй, все, что хотелось вам рассказать. И к тому же мы уже приехали к конечной остановке 26 маршрута трамвая. Вам спасибо за то, что оставались с нами, досмотрели наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Задавайте вопросы, ставьте лайки и возвращайтесь. Впереди вас ждет еще много всего интересного.